Добрый вечер! Вы смотрите новости телеканала Сампо ТВ 360 в студии Наталья Пузьмина. И вот некоторые темы выпуска. Предварительная причина пожара – поджог. Карелия лишилась памятника федерального значения. В Кондопоге сгорела церковь Успения Господни. Весь интернат глухой, и кому бежать? Ни с кем не поговоришь, те глухие. Слуховые аппараты и новое оборудование получили сегодня жильцы Петрозаводского дома-интерната для ветеранов. Плановое родоразрешение в Петкеранской центральной районной больнице мы не планируем. К экстренным случаям готовы. В Петкеранской районной больнице заканчивается ремонт родильного зала. Главная новость дня. В Кондопоге огонь уничтожил церковь Успения Господня, построенную в 1774 году. Она входила в список объектов культурного наследия федерального значения. Была одной из самых известных достопримечательностей Карелии. Первые фотографии и видео пожара в храме появились в соцсетях. Их выкладывали очевидцы. Тревожный вызов поступил пожарным в 9.30 утра. О том, что Успенская церковь горит, сообщил сторож, который всю ночь работал в храме. Пожарные расчеты прибыли на место через 8 минут, но спасти деревянный храм не удалось. Предварительная причина пожара – поджог. Или в результате неосторожного обращения огня, или сознательный поджог, будут разбираться следственные органы. Дело в том, что около 9 часов здесь работала туристическая группа в количестве 18 человек. И после ее убытия в Медске возникло выздоровление. На месте пожара работают следователи. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Церковь Успения Господня являлась символом Кондопоги – изображение храма на гербе города. Плохо, страшно. Храм был исключительным тем, что он не был когда-либо реставрирован. Она была исключительно гармонична. Такой шедевр простоты и изящества. Видите, как это страшно говорить. А вы про чувства спрашиваете. Погибла еще и живопись. Я не знаю, в какой сейчас сохранности, какие там остатки еще есть у этой живописи. Там был огромный живописный ансамбль. Иконостас и живопись неба. Это было все создано руками занежских иконописцев второй половины 18 века. На своей странице ВКонтакте глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, «Несколько лет назад эксперты подготовили проект реконструкции церкви, провели исследования и сделали обмеры. Это, по мнению главы региона, поможет ее восстановлению. Надеюсь, что значительная часть старых конструкций, уцелевших после пожара, будет использована при восстановительных работах», – написал Артур Парфенчиков. К другим темам. Петрозаводский дом-интернат для ветеранов получил бесценные подарки. Фонд «Память поколений» снабдил учреждение новейшим медицинским оборудованием. О благотворительной акции и искренней радости пожилого поколения расскажет Денис Тюрин. Сегодня в жизни Александры Александровны Соколовой счастливый день. Петрозаводский дом-интернат для ветеранов, где она проживает, обзавелся высококачественными слуховыми аппаратами. У нас аппараты давали некачественные. Все с аппаратом никто ничего не слышит. У меня валяется аппарат, да и швистит. Стыдно, скажу, что такой швисток. И слуха никакого нет. А этот аппарат, я чувствую, что работает. И кто это такой закон дал бы? Вот побольше вот таких законов нам бы. Внимание. А не то весь интернат глухой. И кому бежать? Ни с кем не поговоришь, те глухие. Новые слуховые аппараты – подарок представителей благотворительного фонда «Память поколений». Кроме того, интернат получил новейшее медицинское оборудование на сумму около полутора миллиона рублей. Многофункциональные кровати, противопролежневые и ортопедические матрасы, тонометры и глюкометры, а также средства реабилитации и гигиены, которые помогут ветеранам поддерживать жизнь и здоровье. Подарки действительно бесценны. На сегодняшний день в Доме ветеранов проживает 210 человек. Из них 74 человека не в состоянии сами себя обслуживать и нуждаются в постоянном уходе. По словам представителя благотворительного фонда, материальную помощь ветеранам организация оказывает регулярно. Для нас главной задачей стоит, конечно же, улучшить качество жизни их, а также проявить заботу, которую иногда так сильно не хватает. Ветераны признаются, главный подарок для них – внимание. Именно оно зачастую может поправить здоровье и поднять настроение. Вот и приезду нашей съемочной группы. Александра Александровна была очень рада. Звала в гости еще. Навещайте почаще нас. У нас редко таких бывает ценных гостей. Но сегодня у нас какой-то праздничный день, праздничное настроение. Вы нам все очень понравились. Чуткие, внимательные, добрые. Денис Тюрин, Владислав Будников, САМПО ТВ, 360. Медалями МЧС за отвагу на пожаре наградили сегодня петрозаводчан, которые спасли из пожара 12 человек. На церемонии побывал и пообщался с героями Ян Хмельницкий. Награждение неравнодушных, государственных людей, жителей города Петрозаводска, которые своими простыми, понятными, прозрачными действиями и в то же время мужественными поступками совершили подвиг. Спасли людей. 12 человек спасли, в том числе 6 детей. Награду получили 4 человека. Людмила Ватанина, Сергей Беляев, Игорь Чудайкин и Сергей Матюшин. Все они проявили героизм во время случившегося в конце апреля ЧП. Пожар произошел утром в деревянном доме на пересечении улиц Лыжная и Ровио. Сигнал о возгорании поступил в МЧС незамедлительно. Но пока пожарные расчеты добирались до места, спасением жителей горящего дома занимались простые люди. Людмила и Сергей живут в таком же деревянном доме по соседству. Увидев пожар по дороге на работу, они моментально отправились на помощь жильцам. Мужики стучались по дверям, где открывали, уже пытались вывезти, вынести, спасти даже животных. Сергей два раза поднимался, на третий раз он уже не смог подняться на второй этаж, потому что там уже было задумление, и только он увидел кошку, в дыму услышал кошку, вот он ее взял и вынес. Живущий в другом доме напротив Игорь Чудайкин тоже отреагировал незамедлительно. Собирался на работу, стоял на кухне, смотрю, дым с крыши идет. А чего уже тут? Куртку накинул прямо в подъезд. Сразу бы даже не раздумывали. А что думать? Там же люди. Думать некогда было. К прибытию пожарных всех людей и животных из горячего дома уже удалось спасти, пострадавших нет. Лишившимся крова жильцам была оказана гуманитарная помощь и предоставлено жилье. Ян Хуницкий, Сергей Беляев, САМПТВ 360. А теперь некоторые новости, коротко. Женщину с подозрением на корь госпитализировали в Петрозаводске. Точный диагноз врачи узнают после анализа крови, который делается на пятый день. Петрозаводск занял второе место в общероссийском рейтинге по безналичному обороту. Первое место, по сведениям Сбербанка, у Сыктывкара. Правительство России внесло в Госдуму законопроекты о совершенствовании системы техосмотра машин. Планируют усилить ответственность за нарушения, а также вести видеозапись техосмотра. В Карелии в преддверии Международного года языков коренных народов вышел сборник вебских пословиц и поговорок «Что на уме, то и на языке». Книгу будут распространять бесплатно. Роскачество рассказывает, как выбрать хорошие яблоки. Одно из важных условий – сухая поверхность фрукта и целая без повреждений кожица. Студия «Союзмультфильм» представила новую анимационную серию «Возвращение в Простоквашино». Согласно сюжету, пёс-шарик становится блогером и решает запостить котика. Изменения в пенсионном законодательстве остаются одной из самых острых тем для жителей Карелии. Наша телекомпания еженедельно следит за работой горячей линии республиканского отделения пенсионного фонда. Звонки от граждан продолжают регулярно поступать. Люди задают конкретные вопросы, которые их волнуют, и получают ответы от специалистов. И вот, что их интересует. Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста для выхода на социальную пенсию. Предполагается, что гражданам, у которых нет необходимого страхового стажа, пенсия будет назначаться женщинам в 68 лет, а мужчинам в 70 лет. Скажите, если ситуация такая, человеку дали инвалидность, а стажа к прежнему нет, опять же какие-то изменения будут? Или он может в связи с специальным пенсией уйти? Ну, в этой части законопроекта изменений никаких не предполагается. Так же, как и раньше, если гражданину устанавливается инвалидность, то социальная пенсия по инвалидности назначается вне зависимости от возраста и наличия страхового стажа. Напоминаю, получить разъяснение в связи с изменениями пенсионного законодательства можно по телефону, который вы видите на своих экранах, по будням с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов. Отдельная горячая линия открылась и в Государственной инспекции труда. Звонить просят по телефонам соблюдения трудового законодательства в отношении работников предпенсионного возраста. Телефон вы также видите на своих экранах, а мы продолжаем. В Петкеранской районной больнице на следующей неделе откроется обновленный родильный зал. Ремонт завершается в хирургическом отделении, затем зал оснастят всем необходимым оборудованием. Напомним, в городе закрыли родильное отделение с 1 июля этого года. Причина в том, что его помещения не отвечали современным требованиям. Значительно сократилось и количество родов. Репортаж из Петкеранте Светланы Воробьевой. Больничный городок в Петкеранте строили 80-е. Он был рассчитан на население как минимум на 5 тысяч жителей больше, чем сегодня. С конца 90-х численность жителей небольшого приладожского города снижается. Меньше становится и рожениц. Трое родов было в тот день, когда первая рожалась. И каждый день по трое родов? Ну, мы попали тогда, да, там было хорошо рожали. Весело. Весело было, да. Так у нас по одному человеку в палате, а тут нас уже по двое и выписывали пораньше, если все хорошо. А со вторым уже, там уже поменьше было. Сейчас времена десятилетней давности остается только вспоминать. За пять месяцев этого года в Петкеранте зарегистрировано 65 новорожденных. На учете в консультации 77 беременных с разными сроками. Анастасия ждет появления первенца в сентябре. Рожать поедет в Петрозаводск. Если выбирать между сортовалом и Петрозаводском, то в Петрозаводске больше возможностей получается. И я там уже обследовалась, поэтому мне уже знакома та обстановка, в которой я буду находиться в самый важный период в жизни. По словам специалистов, у 75% беременных выявляют различные патологии и направляют их рожать в Петрозаводск. В Республиканском перинатальном центре созданы специальные условия для таких случаев. В Петкеранте будут принимать только в экстренных случаях. Плановое родоразрешение в Петкеранской центральной районной больнице мы не планируем. Это могут быть единичные случаи только экстренных родов в том случае, когда роженица не может быть транспортирована в Сартовальскую центральную районную больницу или в Республиканский перинатальный центр. Для экстренных случаев родзал сейчас заканчивает его ремонт при содействии Республиканского правительства силами спонсоров. В хирургическом отделении организовали акушерский гинекологический пост. Здесь, кроме родзала, смотровой и процедурные кабинеты, комната гигиены и палата для гинекологических больных. Родзал после ремонта оснастят необходимым оборудованием как для роженицы, так и для новорожденного. Специалисты утверждают, помещение будет соответствовать всем современным требованиям. Светлана Воробьева, Александр Борисов, САМПО ТВ, 360. Сегодня вечером и завтра утром движение по улице Правды и Ключескому шоссе в Петрозаводске будет ограничено из-за проведения дорожных работ. Подрядчик будет восстанавливать срезанные ранее фрагменты дорожного полотна. Укладывать асфальт планируют вечером. Утром работу продолжим. Администрация города предупреждает о возможных затруднениях автомобильного движения и просит водителей заранее планировать маршрут. Напомню, согласно контрактам, ремонт запланирован на более чем 4,5 тысячах квадратных метров. Работы должны быть завершены до 31 августа. И это все новости к этому часу. Будьте с нами, хороших вам выходных и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok